Здравствуйте, друзья! Меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quest. Хочу поделиться с зрителями моего канала очень важной информацией об изменении правил пересечения границ США. Тезис будет очень простой. Наличие у вас американской визы не дает вам никаких гарантий и оснований, что вы благополучно пересечете границ США. Особенно это касается в контексте нового президента Трампа и его политики ужесточения различных миграционных положений, предписаний и так далее и тому подобное. Как раз вот занимаясь сейчас индивидуальным туристическо-экскурсионным обслуживанием своих очередных клиентов и поехал специально в Чикаго встречать и лично на практике убедился, что после нового года весьма и весьма серьезно гаечки-то подзакрутили. Поэтому информация, которую я сейчас озвучу, она критически важна и для всех, кто планирует в ближайшее время посетить США с различными целями. Без разницы, это у вас будет туристическая виза или какие-то у вас будут другие планы. Речь идет о сумме наличности, которую вы везете с собой и это может быть серьезным основанием для препятствия пересечения границ, кстати говоря. Так вот, если вы летите в США и везете с собой наличных долларов больше 9 тысяч или 10 тысяч, то есть вот эта сумма 9-10 тысяч, она уже критическая, то, прилетев, к примеру, в Чикаго, вы попадаете на, соответственно, полный досмотр всех ваших вещей. Вас отвозят в сторону, в специальную зону для такого вот специального глубокого досмотра. И все ваши вещи начинают детально осматривать. Занимать эта процедура может 2 часа, 3 часа, 4 даже часа эта процедура может занять. В это время, естественно, вам не дадут пользоваться телефоном и всячески вы будете находиться под пристальным присмотром миграционных офицеров. Если у вас при осмотре вещей обнаружат какие-то документы, как-то дипломы, как-то какие-то другие документы там об образовании, о вашей специальности, а вы летите как турист, это, естественно, вызовет ряд дополнительных вопросов. И если вы ничего вразумительного ответить не сможете, то есть высокая вероятность, что во въезде в США вам могут отказать. Ну, конкретно мои клиенты пересекли границу благополучную, потому что получили инструктаж и все прошло замечательно. А вот граждане, которые находились с ними в этой зоне досмотра, посторонние граждане, которые просто попутчики по самолету, их, скорее всего, в США не допустили, потому что мои клиенты наконец-то через три часа мытарств прошли через зону досмотра и я их встретил. А вот с их слов люди, которые вместе с ними попали на такой же досмотр, вот, рейс был через Варшаву, вот, их развернули. И последние слова, которые им сказал миграционный офицер, они им не слышали как бы слова, это вы можете ждать дальше, но мои рекомендации купить вам обратный билет. Это вот были слова офицера, как раз тем людям, которые такого рода досмотр не прошли. Поэтому какие можно из этого сделать выводы? Независимо от ваших целей поездки в США, настоятельно рекомендую собой не ввести крупную сумму наличных денег. То есть, пять тысяч долларов, скорее всего, это предельная сумма наличной на человека и, соответственно, все лучшие деньги ввести на пластиковые карточки. Сейчас без разницы, каким банком российским пользоваться, потому что деньги вы можете снять в банкомате США, в любом банкомате у нас в Омахе. Не обязательно это будет даже Ситибанк, вот, это может быть любой банк, разные условия. Максимально вы за раз можете снять тысячу долларов наличными за одну транзакцию и банкомат вас за это возьмет всего лишь 2-3 доллара за такую транзакцию. Поэтому вы спокойно можете уточнить, какие российские банки достаточно надежные, не будут вашу карточку блокировать, у вас не будет никаких проблем. И, соответственно, прилетев уже в США, если вам потребуется наличка, если вы планируете открыть счет в США, вы можете спокойно эти деньги снять с российской карточки, положить на американскую карточку, тоже без всяких проблем. Опять же, если вы знаете, в каком банке открыть счет, чтобы вам без номера социального страхования открыли такой счет в американском банке, тоже проблема, это тема отдельного разговора, в моей платной книге это описано, вот, пока об этом разговаривать мы не будем, вот, и спокойно пользоваться. И это же касается различного рода бумаг, которые многие люди сейчас, ну, пользуясь старой информацией, с собой везут. Если у вас есть какие-то бумаги, которые могут вызвать осложнение пересечения границы США, опять же, вне зависимости от того, с какими целями вы летите, такие бумаги лучше высылать почтой раздельно или заранее на американский адрес. Вот такой адрес вы можете найти сами, или я могу адрес предоставить, если вам необходимо присылать какую-то корреспонденцию в Америку. И, или же, уже прибыв в США, вы можете, имея доверенное лицо в своей стране, там, будь то Россия или другая страна СНГ, попросить уже, когда вы находитесь в Америку, в Америке эти документы вам переслать по почте. Никаких проблем с отсылкой этих документов тоже нет, эти документы доходят, если вы отправляете нормальной почтовой службой. Вот такая вот важная информация. Вот. Хочу сделать особую ремарку. Сейчас появилось очень много людей, которые предлагают разного рода услуги по встрече, по адаптации и так далее, то есть в разных городах, разных штатах. Прежде чем вестись на различного рода предложения по цене, вы вначале уточните, насколько люди активно этим занимаются, держат руку на пульсе, в курсе всех изменений и в состоянии вас снабдить свежей информацией, проконтролировать и дать вам совет, как не наступить на грабли. Потому что одно дело, теоретизировать и просто диппинговать ценой, а другое дело, это четко знать, что вы делаете, обладать этой информацией и четко понимать, как ситуацию можно разрулить, если вообще возможно разрулить. Вот. Так что, мой вам совет. Надеюсь, ролик для вас будет полезный. Хорошего всем дня и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok